итак это для тех и глобоебов русских то говорит что типа работу легко найти ярославль и вот выхожу в очередную работу мусора сначала выбросить лампочки мигает уже подъезда наши государства как она заботится тоже касается между охуенная забота за наши счета и но он счетчики ставят по 6000 ну мы же платим за квартиру по 8000 ни за что нахуй потому что батареи не работает еще есть видосики оговорим пришел нахуй затронулся как до пизды тепленькая и ушел блять а что работает как русские некоторые считают мой друг блять считает что у них ручки хорошие у нас возник хорошего англичан очень отличным причем вот у нас логика английского языка очень хорош как бы я раньше я акцент себе конечно не ломал английском языке чтобы говорил полностью я бы сломал если были деньги по две тысячи платить чтобы не смог его сломать чтобы я говорил я вот так пытаюсь ломать перейдите когда время есть вот да в играх выговаривает сложные слова по несколько раз разговор очки там на английском выговаривать чтоб его сломал а вот ладно тема дабил это может говорить что у русских тут мой друг я ему сказал что ты-то его вообще никуя не знаю что это будет друг так что не худе мозги ебать и утверждать что я типа но английский вот он все равно утверждал в итоге и у нахуй даже до сих пор я ему написал в этом типа если ты скажешь что ты не знаешь что в таком случае мы с тобой будем дружить что ты вообще его никуя не знаешь и это признаешь а что я его отлично знаю вот он не согласился на и до сих пор так считать то есть идет нахуй а он считает что я типа почему где-то работу там не устраивает ярослав что что этот я типа этот блять у меня руки и жопы растут не нихуя я умею делать он лампочки вот не могу сделать компьютере много чего могу делать программу быть узнать то есть и чуть-чуть разбираясь во всем по чуть-чуть а чтобы был мне по чуть-чуть надо опыт получать мир того же менеджера по продажам надо где-то опыт а чтобы опыт получался надо работы получать а ярославе такого нет надо язык-то развивать когда-то торговлю там или тьну в плане от менеджера или нам но я сейчас где-то другую типа там тоже помощник в офисе но типа выездные если ехать и куда-то там на машине то мне не подойдет на 20 километров естественно у меня машины нет а если по городу то можно карточку организовать на проезды и принципе едет это раньше они были а может сейчас их и нет мне карточки достаются на проезды ярославль я хз вот ну типа такая карта чтобы за деньги влаживать и платье по сбербанкам сын карточка есть у меня есть я плачу до игры сбербанковской карты а мы плачу виртуальные покупки у меня нету деньги на проехать транспорт в ярославле если какие-то умные из русских дебил ойдов скажу что надо папа баба скобской карточки сейчас оплачивать у меня нет у меня продукты эти на игры все выходит кто куда хочет что-то тратить вот эту тему закрыли там уже так долго вот приблизительно там вот вроде все сказал ничего не забыл уже ближе по работе конечно рано вышел ну попробуем раньше прийти просто на тоже типа сказала у тебя машина есть знаешь похоже до 20 килобетрах ехать вот работ нет это за мне за весь новый год единственная вакансия то я сам если бы не позвонил так бы никто и не перезвонил всю зиму мне никто не звонил они даже он работодатели государства денег дали или сотрудников нашли а на других людей что не работают вас вообще похуя хотя государство говорит что все развивается денежки растут экономика растут все работы получает а на самом деле ответ я не так я росла совершенно не так они даже на всю зиму не позвонили а некоторые даже номера ёбаные убирает свои типа там не хуй позвонишь короче отвлекая что через режиме тоже не звонит но вот читать я январе и когда там отвлекался но недели две прошли тишина летом они хуярят почему часто осенью тоже либо это так зимой происходит потому что ну не знаю может быть нет просто просто нахуй все наши есть ярославль работ а других похуй работодатель есть них работ нет в общем там три человека срочно требовалось по если бы я не позвонил как бы ну и бог им три компании точно требуется но они при этом резюме получает если бы у меня все в порядке помощник менеджера я так считаю что все в порядке с резюме как его можно еще лучше сделать я не знаю вот тем более сейчас работодатели либо ёбанку делает систему вот то что полива отправлять они звонят вам а либо сам звонишь а у них так нет номеров так столько как-то вот так при этом работе с вероцами духу я так сказать вот я вернулся с вакансии которая была там надо короче строительная компания это надо у тех у кого есть машины я во-первых машины едет увлекался с детства на мне нахуй не сдалась я всегда увлекала ум технологии и деятельность технологии паяние или что-то связанное в компьютеры а то у меня начало другое увлекать это стриминг это совершенственные компьютер опознавание технологии компьютера уж не всегда было интересно вот потом я стал стримером когда уже игры стали просто так интересно играть я стал стримером но в россии же нет стриминга блять зачем это не работа ладно я считаю это работа я уже говорил ну вот ну и как бы интересовали детали изучения видеокарт вставления видеокарт но было страшно сейчас еще страшнее 2023 в году за вами детали в ебавать компьютер за за компьютеры за 300 тысячи из россии охуенно это не проблема их может доказать из москвы юб твою мать и как бы если ты и блять что-то неправильно соберешь то все блять 30 тысяч сгорает нахуй вот совершенствуйтесь ребята познавайте работы бля а верославль дохуя работ таких как теперь совершенственные компьютерных технологий вставления детали их нет просто нихуя ярославль ну как бы тебя туда не возьмут у тебя типа у меня есть низкое образование даже я туда по всем признакам подхожу у них просто нет нихуя на хэдхантере в ярославле москве невозможно есть а в ярославле нихуя так вот вернемся к вакансии который я сейчас был ну типа там типа строительная компания вот и поездишь на машине на своей которая мне нахуй не нужно повторюсь вот и приезжаешь типа ну и даже если ты будешь так работать и даже дорого деньги платить если ты будешь ездить один но там типа на транспорте там они куда-то могут быть клиенты как говорят и за ярославлем находиться в общем везде бля а например в этом чё там за ярославлем у короче есть городки такие маленький городок я еще когда на почте работал а там вот в отделении почты на главпочтами там этот есть какой-то городок мы туда на почту ездили лампочки вкручивали проводку протягивание а вот вот туда ездить короче потом там шапки но вот это вот все хотя можно на транспорте но это сколько же ты денег проебешь это ты идут а там уехал это еще просрал в офис приехал ну в общем на машине когда далеко ехать как же доберусь этого день туда буду ехать уже за ком не 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 в такой не подходит короче еще и в городе плохо ориентируюсь ну в общем это не боев плюс она обязательно машину потому что никто там бывает еще и в 9 дня где-то заказы клиентов но это естественно если тебе клиент типа они там строят балконы ну вот и вот такой и тебе заказывать ну короче вот такая работа так вот а еще плюс ярославль и проезд подорожал данном случае моей с оплатой интернета покупок онлайн игр в моем случае дух я на работу искать кировском районе по нынешним ценам ну вот где-то в области района кировского и фрунзенского то есть рядом с домом на таких работ вот видит ярославль а проезд 30 рублей и c2 это ёбать с двумя пересадками на работают ну если там там почитали он и ёбаный и тебе дороже выходит ну что у тебя денег все нет же будет и не хватит ни на что вот а эти долго ёбаный рт вероцю ты вреждаешь там дохуё в ярославль и подручки того же так дубы и дохуя каждый находит работать нет ни хуя для умных людей нет просто ни хуя работа ярославль нет все вот мне сейчас уже по нынешним ценам двух тысячи двадцать лет вот я могу где пешком ходить это кировский район и фрунзенский работа во первых не так и удобно вот я даже такие работы нашел типа вот свободы 91 там оператор нах он не звонит только можно резюме отправить сам хуй позвонишь или вот подпишите вот вот такие работы наводить отдоху да хую а экономика ну как бы развивается благо до государства они благо жителей города ярославль москве там похожи и по деньги есть вы их тоже время нет они появились ты почувствовал понюхал я не поп-оп-оп и уху я через а уж также игры также по молодежи всем игры нужны тем более машину и никогда не интересовала машинной технологии станет салат компьютер поэтому я стал стримером поэтому я стал века с компьютером поэтому я достиг уровня стриминга я считаю что у оператора о и у стриминских людей языки хорошо развиты и они могут пользоваться профессии ярославль профессией оператор потому что мы можем быстро болтать и можем реагировать а вот эти скрипты они нахуй не нужны потому что мы можем языком сказать и продать товар чего такие работы не сделать ну например не знаю продавать там а те же блять не надо есть такие операторы но они очень редко и был такой например этот похожие в ярославль типа как уж он там реплей на реплей вроде не сказали я гусалый я не подхожу вот а сейчас даже у меня уже 2020 денег во первых это проезды охуеть подорожали потому что государстве же надо было ярославль на что-то пирожки жрать вот пожалуйста он нашел наш уже на жителях он проедет подожжал и все в карман себе приобретает машину и ездишь жиду едет она бог кусь соседи также работодатели хитрые они приглашают тех кто им подходит а на остальных просто того не устраивает либо время либо там что-то другое идите нахуй у нас денежки есть вы просто на хатхантере сделаем вид что отчет дадим какой что нам государство заплатило и все вот такие вот дела в городе ярославль и блять а вот стой же москвой сравнить ну там может тем же стримингом стать да любую профессию по уму найти этого же оператора да блять а не только оператором просто да куя профессии также петербург вот вот такие дела вот ягода сказать вкусная такая блять клубничный сам может товар был на почта льонова от одной области в другую пора по одному району блять то есть там видеокарты приносить на заказ просто сделать когда бы я расслабить цене поднялся даже это был бы выгоднее государства потому что был берез бы носила запчасть а все запчасти заказывали был молодежь и он бы развивался ну короче вам это уже бэр наш долбоёб у него мозгов нет там вот и городе ярославль да я утверждаю что не мозгов нет ремонт смысле с вами был да всем пока ничего он выставил на хэдхантере которые вакансии ебнул и мне ни разу за всю зиму не позвонили пока я сам вот на эту вакансию не позвонил что нового а нормально типа ездить в машине типа ну для умных этих долбоёбов русских типа работ дохуя в Ярославле отказ как раз оператор я типа работаю из дома и мне подходит ну типа рядом тут ну короче удобно добираться меньше денег по традиционным проезд все такое короче график удобный для 2023 я не забил а в 2022 я мог и не только сюда добираться вот это который я менеджер во первых они ищут трех человек и сразу мне не звони насчет работы во вторых им надо машины мне машин нет ездить за 20 километров и проезд дорогой для них добираться а карточек нет а с карты зуберпанка я не собираюсь оплачивать так оплачивать себе дороже нахуй выходит в 2023 году так что вот это вакансия как видите номеров нет Ярославль Ярославль некоторые утверждают что я не подхожу на работу что что у меня руки ничего не умеют делать у меня руки умеют делать я умею лапочки откручивать тп подобное могу видео карту без проблем в компьютер вставить процессор боюсь ну хотя там ничего сложного нет намазал вставил помазал все но за 30 тысяч я как бы боюсь все равно вкручивать 300 тысяч сейчас компьютер уходит стоит это очень страшно а опыта по мне нет если бы были там на каких-то интеллах раньше по 15 тысяч я бы включил тогда бы я вкрутил а за 30 тысяч когда компьютер вкручиваешь и без опыта работает как-то не очень охота него получать за свою как это ну русские думают за свои получил опыт за 30 тысяч или за 200 я опыта получил когда компьютер сгорит ну а что здесь что вот это те кто так думает у них что вот здесь что вот здесь там за 200 тысяч собери сам компьютер такая работа вообще таких нет Ярославль в Москве есть где сборщики называются компьютеры ну или как то приблизительно можно назвать в принципе это так ну как бы блин логично она планеечная вот ну блин график хороший раньше я мог доехать без проблем до этого места до 28 рублями а теперь с 32 я не могу доехать никак вообще никак не могу доехать тем более никак не звонили энергично а вот это мне как раз подходит не про то говорю я вот про это говорю а то у них это русские пристанут еще не такие долбоебы русские это вообще пизда я вот про это все сейчас рассказываю вот про это вакансии быстро обучим два дня ну блять до вас не доехать теперь проблема в этом еще если машина нужна а у меня нет машины и как я буду кататься за 20 километров но как видите номеров даже нет чтобы позвонить а сами не звонят вот а пример моих кривых рук это батарея у кого прямые из русских руки пришел дяденька пощупал пизду и ушел и всю зиму батарея не работает холодная хотя она рабочая ему лень продуть пришел генератор такой сильный обожравшийся и то не продум типа надо продув надо что-то стояком делать у соседей а мы лень к соседям идти и проблем видать дохуя жтх а деньги с нас ебут жтх пачками заквати вот так а у них руки прямые вот таких да русских я считаю кривые вот вам пример прямых кривых рук ну все